Здравствуйте, товарищи слушатели сайта Приморские Марксисты! Сегодня мы хотим вам предложить продолжение изучения работы Владимира Ильича Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». На предыдущих занятиях мы рассмотрели шесть глав этой работы, где Владимир Ильич дает оценку различных сторон империализма, то есть рассматривает суть его, в чем заключается империализм, в чем его особенности. И вот седьмая глава, которую он назвал «Империализм как особая стадия капитализма», как бы начинает подводить итоги сказанного. И начинает он такой фразой, Владимир Ильич, что «мы должны теперь попытаться подвести известные итоги, свести вместе сказанное выше об империализме». То есть, как бы начинает подводить итоги. И поэтому Гоуду говорит, империализм вырос как развитие и прямое продолжение основных свойств капитализма вообще. Но капитализм стал капиталистическим империализмом лишь на определенной, очень высокой ступени своего развития, когда некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность, когда по всей линии сложились и обнаружились черты переходной эпохи от капитализма к более высокому общественно-экономическому укладу. То есть, империализм продолжает, Владимир Ильич, такую мысль, что это высшая стадия, очередная стадия капитализма. И, собственно, это имеет черты, как он вот здесь только что сказал, перехода к более высокому общественно-экономическому укладу. И далее он останавливается на экономической стороне этого вопроса и говорит, экономически основное в этом процессе есть смена капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями. То есть, в экономике главное, что свободная конкуренция, говорит Ленин, замещается монополиями. Поэтому он дальше продолжает. Свободная конкуренция есть основное свойство капитализма и товарного производства вообще. Монополия есть прямая противоположность свободной конкуренции. Но это последнее на наших глазах стало превращаться в монополию, создавая крупное производство, вытесняя мелкое, заменяя крупное крупнейшим, доводя концентрацию производства и капитала до того, что из нее вырастала и вырастает монополия. Такие как картели, синдикаты, тресты, сливающийся с ними капитал какого-нибудь десятка ворочащих миллиардами банков. И в то же время монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над ней и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крутых противоречий, трений и конфликтов. Монополия есть переход от капитализма к более высокому строю. Вот так рассматривает Владимир Ильич этот период перехода от свободной конкуренции к монополиям. И далее он продолжает. Если бы необходимо было дать как можно более короткое определение империализма, то следовало бы сказать, что империализм есть монополистическая стадия капитализма. Такое определение включало бы самое главное, ибо с одной стороны финансовый капитал есть банковский капитал, монополистически немногих крупнейших банков, слившийся с капиталом монополистических союзов промышленников. А с другой стороны, раздел мира есть переход от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на незахваченной ни одной капиталистической державой области, колониальной политики монопольного обладания территории земли, поделенной до конца. Вот такие опять же особенности он еще раз повторяет империализма и говорит, что то, которое определение можно было дать, короткое, что это, как он сказал, что есть монополистическая стадия капитализма, то далее он продолжает следующее. Но слишком короткие определения, хотя и удобные, ибо подытоживают главное, все же недостаточны, раз на них надо особо выводить весьма существенные черты того явления, которое надо определить. Поэтому, не забывая условного и относительного значения всех определений вообще, которые никогда не могут охватить всесторонних связей явлением в его полном развитии, следует дать такое определение империализма, которое бы включало следующее пять основных его признаков. То есть для более полного определения Владимир Ильич в этой работе предлагает рассмотреть пять его основных признаков. Но я хочу, чтобы вот, товарищи слушатели, обратили именно вот на этот момент внимание на эти пять признаков. Дело в том, что сейчас некоторые, считающие себя марксистами, объявляют империалистическими державами некоторые страны, которые не являются таковыми, а на пути к этому. Причем, значит, особенно вот это явление появилось нет войнистов, которые не учитывают все пять признаков, учитывают только некоторые, но, как правило, первые из них главные признаки. И при этом, конечно, делают ошибочные выводы. Так вот, еще раз, теперь возвращаясь к Владимиру Ильичу, который сказал, что следует дать такое определение, которое бы включало следующее пять основных его признаков. Первый – это концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие, решающие роль в хозяйственной жизни. Это первый признак. Второй, Владимир Ильич, нас сформулировал так. Слияние банкового капитала с промышленным и создание на базе этого финансового капитала финансовой олигархии. Второй. Третий признак. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение. Четвертый признак. Образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир. И пятый признак. Закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами. Вот такие пять признаков выделил Владимир Ильич. И подытоживая эту формулировку, это правило или определение империализма такой мыслью, что империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами. Вот так подошел Владимир Ильич к вопросу определения, что такое империализм. Далее он как бы развивает свою мысль, которую дал он в заголовке, что империализм это особая стадия капитализма и говорит следующее. Финансовый капитал и тресты, которые возникают при империализме, не ослабляют, а усиливают различия между быстротой роста разных частей всемирного хозяйства. А раз соотношения силы изменились, то в чем может заключаться при капитализме разрешение противоречий, кроме как в силе. То есть противоречия никуда не исчезают при империализме и решать их в этот период можно только силой, так говорит Владимир Ильич. При этом быстрее всего растет капитализм в колониях и в заокеанских странах, среди них появляются новые империалистические державы. Он приводит пример Японии и продолжает. Борьба всемирных империалистов обостряется. Растет дань, которую берет финансовый капитал с особенно прибыльных колониальных и заокеанских предприятий. При разделе этой добычи исключительно высокая доля попадает в руки стран, не всегда занимающих первое место по быстроте развития производительных сил. То есть опять же идет конкуренция и изменение в развитии капитализма. Об этом говорит Владимир Ильич в этой мысли. Ну и заключение этой главы. Раз идет рост и появляются новые империалистические державы, Владимир Ильич такую мысль приводит. Спрашивается на почве капитализма, какое могло быть иное средство кроме войны для устранения несоответствия между развитием производительных сил и накоплением капитала с одной стороны и разделом колоний и сфер влияния для финансового капитала с другой. Вот так характеризовал империализм в этой главе Владимир Ильич. И следующая, восьмая глава, которую Ленин назвал паразитизм и загнивание капитализма. То есть он дает здесь характеристику в этой главе, что империализм это паразитическое явление и загнивающее. И начинает с такой мысли эту главу. Нам следует остановиться теперь еще на одной очень важной стороне империализма, которая большей частью недостаточно оценивается в большинстве рассуждений на эту тему. Мы говорим о паразитизме, свойственном империализму. И по этому поводу продолжает. Самая глубокая экономическая основа империализма есть монополия. Это монополия капиталистическая, то есть выросшая из капитализма и находящаяся в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой. Но тем не менее, как и всякая монополия, она порождает неизбежно стремление к застою и загниванию. Вот в этом, видимо, паразитизм. И продолжает. Поскольку устанавливаются хотя бы на время монопольные цены, постольку исчезают для известной степени побудительные причины к техническому, а следовательно и ко всякому другому прогрессу и движению вперед. Постольку является далее экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс. То есть паразитизм в этом изогнивании заключается в том, что невыгодно империализму двигать прогресс, когда установлены и монопольные цены. И продолжает. Конечно, монополия при капитализме никогда не может полностью и на очень долгое время устранить конкуренции всемирного рынка. Конечно, возможность понизить издержки производства и повысить прибыль посредством введения технических улучшений действует в пользу изменений. Но тенденция к застою и загниванию свойственной монополии продолжает, в свою очередь, действовать и в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах. На известные промежутки времени она поэтому берет верх. То есть идет процесс противостояния тенденции и возможности повысить технический прогресс и тенденции к застою и загниванию. И далее, говорит Владимир Ильич, империализм есть громадное скопление в немногих странах денежного капитала, достигающего, как мы видели, от 100-150 миллиардов франков ценных бумаг. По тому времени, видимо, оценка шла в миллиардах во франках. Отсюда необычайный рост класса или, вернее, слоя рантье, то есть лиц, живущих стрижкой купонов, лиц, совершенно отделенных от участия в каком бы то ни было предприятии, лиц, профессией которых является праздность. Вывоз капитала – одна из самых существенных экономических основ империализма, еще более усиливает эту полнейшую оторванность от производства слоя рантье, налагает отпечаток паразитизма на всю страну, живущую, эксплуатацией труда нескольких заокеанских стран и колоний. И далее, здесь Владимир Ильич приводит пример Англии как государства рантье, но у него мысль очень длинная, мы не будем останавливаться, сами прочитайте. Но в подтверждение того, что он высказался, что существуют не только лица рантье, но и целые страны. Далее, продолжая вот эту мысль, он говорит, доход рантье в пятеро превышает доход от внешней торговли в самой торговой стране мира. Вот сущность империализма и империалистического паразитизма. Понятие государство рантье или государство ростовщик становится поэтому общеупотребительным в экономической литературе об империализме. Мир разделился на горстку государств ростовщиков и гигантское большинство государств должников. То есть империализм со стороны небольшой кучки империалистических государств грабит весь остальной мир. И продолжает мысль такой фразой, что государство рантье есть государство паразитического, загнивающего капитализма и это обстоятельство не может не отражаться как на всех социально-политических условиях данных стран вообще, так и на двух основных течениях в рабочем движении. Не в особенности. То есть вот это паразитическое загнивание капитализма отражается и на рабочем движении. Ну и он здесь говорит, что на двух основных течениях. Ну какие это? Марксистское течение и оппортунистическое, естественно. Поэтому, говорит Владимир Ильич, господствующее государство использует свои провинции, колонии и зависимые страны для обогащения своего правящего класса и для подкупа своих низших классов, чтобы они оставались спокойными. То есть ограбляя мир, они подкупают свои низшие классы. Для экономической возможности такого подкупа, говорит Ленин, в какой бы форме он ни совершался, необходимо монополистически высокая прибыль. То есть, имея монополистически высокую прибыль, они могут подкупать и свои трудящиеся классы империалистических государств. И поэтому, Владимир Ильич говорит, и внутри рабочего движения оппортунисты, победившие ныне на время, в большинстве стран работают систематически и неуклонно. То есть, получая подачки от империализма, оппортунисты работают. И продолжает Ленин следующее. Империализм, означая раздел мира и эксплуатацию не одного только Китая, пример, видимо, приводит Владимир Ильич, означая монопольно высокие прибыли для горски богатейших стран, создает экономическую возможность подкупа верхних прослоек пролетариата и тем питает, оформляет и укрепляет оппортунизм. То есть, получая монопольно высокие прибыли, появляется возможность подкупа верхних прослоек пролетариата. То есть, опять же, питание оппортунизма, говорит Владимир Ильич. И еще, он говорит следующее. Числу особенностей империализма, которые связаны с описываемым кругом явлений, относятся уменьшение эмиграции из империалистических стран и увеличение эмиграции, то есть, прихода рабочих и переселения в эти страны из более отсталых стран с более низкой заработной платой. То есть, то, что происходит, мы наблюдаем сейчас еще в больших масштабах, чем даже было сто лет назад, когда это отмечал Владимир Ильич Ленин. Империализм имеет тенденцию и среди рабочих выделить привилегированные разряды и отколоть их от широкой массы пролетариата. То есть, как бы расколоть трудящуюся массу, используя свои монопольно высокие прибыли, говорит Владимир Ильич. И далее, империализм начала 20 века докончил раздел мира горской государств, на которых каждая эксплуатирует теперь, в смысле излечения сверхприбыли, немногим меньшую часть всего мира, чем Англия в 1858 году. Каждая занимает монопольное положение на всеверном рынке благодаря трестам, картелям, финансовому капиталу, отношениям кредитора к должнику. Каждая имеет до известной степени колониальную монополию. Отличие теперешнего положения, говорит Владимир Ильич, состоит в таких экономических и политических условиях, которые не могли не усилить непримиримость оппортунизма с общими и коренными интересами рабочего движения. Империализм из зачатков вырос в господствующую систему, капиталистические монополии заняли первое место в народном хозяйстве и в политике. Раздел мира доведен до конца. А с другой стороны, вместо безраздельной монополии Англии, мы видим борьбу за участие в монополии между небольшим числом империалистических держав, характеризующих все начало XX века. Ну, вот этой мыслью практически Владимир Ильич заканчивает и восьмую главу о паразитизме и загнивании капитализма и его империалистической стадии. И на этом я предлагаю сегодня остановиться. Единственное, что хочу сказать, что вот то, что он говорил, что на начало XX века, то сейчас этот процесс продолжается в той же мере, той же, так же группой, небольшой группой империалистических держав, которые ограбляют весь мир. Вот то, что я хотел довести до вашего внимания, товарищи слушатели. Читайте сами Владимира Ильича, более подробно можете ознакомиться. Пожалуйста, какие вопросы? Вопрос самый главный, наверное, с того, с чего Владимир Ильич начал и зачем вы закончили. Он использует термин, что империализм – это высшая стадия, то есть превосходная степень используется. А подразумевает ли высшая стадия то, что есть наивысшая стадия? Или это последняя высшая стадия капитализма, и после этого это будет уж не капитализм, следующая формация, а нечто другое? Значит, было такое течение ультраимпериализма в этот период, и здесь в этот период Владимир Ильич останавливался на этой мысли, но я ее просто долго рассуждаю, что там возглавлял эту мысль Каоцкий и некоторые еще товарищи, которые говорили, что еще следующая стадия – это когда империализм все захватит, и уже делить будет нечего, все будет мирно, все будет продолжаться, и так, что никаких войн, никаких переделов не будет. Вот так примерно развивали мысли ультраимпериалисты. Но история показала, что уже прошло с тех пор сто лет и больше, а никакой другой стадии, кроме вот этой империалистической, и никакого ультраимпериализма не наступает. Поэтому пока история, никакой следующей стадии не может показать. Тут нельзя не согласиться, действительно, есть и до сих пор люди, которые там придумывают всякие глобальные, новые стадии, но все, кто об этом говорит, явно внимательно читали дайвенную работу, где говорится, что капитализм имеет неравномерное развитие, и, соответственно, рано или поздно, огнеста рано будут вытеснять в конкуренцию другие, только за счет неравномерности, что, собственно, мы и наблюдаем уже более ста лет. Да, все правильно. Тогда второй вопрос. Давайте. Вот там пять признаков основных, которые я перечислил в данной облике, а вы как-то так сказали, что не все есть. Нет, что значит не все есть? Не все берут внимания, да, некоторые, значит, деятели, да. Какого признака нету? Какого признака? Ну, я считаю, что как бы не дают должную оценку, ну, может, на мой взгляд, что вот этот четвертый признак, где образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир. Вот этому признаку нет, на мой взгляд, не дают должного внимания, и в этот, ну, как бы в этот империалистический, в эту группу, которая эксплуатирует весь мир, включая некоторые страны, которые пока еще не способны, ну, именно, вот, конкурировать с той группой империалистических стран, которая, ну, главенцует сегодня в мире. Вот, на мой взгляд, так. Ну, может быть, я не совсем до конца все это понимаю, как происходит, ну, вот, мне кажется, так. Ну, и, конечно же, что закончен территориальный раздел, и идут попытки передела силой, и об этом тоже как-то не очень, ну, не очень должное внимание уделяется. Вот этому еще вопросу, мне кажется, тоже. Ну, опять же, опираясь на эту работу, и смотря на сегодняшний день, мы можем сказать, что там, допустим, Англия была, что это, да, была главенство, да, главенство Штаты. Естественно, да, теперь ситуация изменилась, да. Вроде там, основной конкуренция была между Францией и Германией, но сейчас, опять же, мы можем посмотреть, что Германия... Да, вырвалась вперед, да. Да, обскакала, что это самое, кто там еще, Япония упомянута. Да, еще Ленин ее упоминал. Да, мы можем сейчас посмотреть, что Япония теряет все больше и больше позиций, и там с Китаем ее активно начинают давить, и даже в Корее... Ну, не знаю, я бы так категорически не стал утверждать. Не, ну, оно в процессе как бы, оно... Ну, конкуренция идет, конечно, борьба, но то, что ее пытаются... И Япония, мы начинаем проигрывать. Ну, посмотрим, в реальной истории время покажет. Их автомобили давным-давно уже начали выписать. Ну, да. И электроники это касается, и вообще много чего еще. Как сказал какой-то шутник где-то, я не знаю, в интернете, что ли, что когда Япония объявила, что она не будет продавать в Россию автомобили свои, так, то китайцы говорят, потом неделю от радости водку пили в пиле, потому что у них появилась возможность занять этот рынок российский своими автомобилями. Ну, все-таки, если наше время перенести, то где сегодня все-таки империалистические союзы? Ну, империалистические союзы, это Соединенные Штаты, которые возглавляют НАТО. Это вот самый главный империалистический союз натовский. Абрикс. Абрикс, это попытка вырваться, как говорится, создать конкуренцию к этому союзу, но это пока попытка очень-очень пока слабая. Ну, и все-таки, ну вот, так сказать, все-таки это какое образование? Что? Именьшее империалистический характер или там империалистических отношений нет? Ну, пока в группу вот этих империалистов, которые правят всем миром и ограбляют весь мир, не только Россия, но и даже Брикс не входит. У них просто между, как я понимаю, у них создано соглашение по продаже товаров друг другу вот этим странам, входящих в Брикс, не больше того. Так они уже готовы в банк? Готовы, но пока их не пускают на мировой рынок, на том уровне, на котором бы они хотели. Их не пускают, они просто между собой пока пытаются обмениваться товарами. Ну, а тут речь-то идет о вывозе капитала, речь-то о империалистических держав. То есть, они пока хотят, стремятся выйти на уровень империалистических держав, эти страны Брикс, но пока еще им далеко до этого, на мой взгляд, во всяком случае. Короче, летает, но на зынка, на зынка, да? Можно и так сказать. Можно и так сказать. И вот там интересно, так сказать, союз и выделение этого Брикс. Как его вообще расценивать? Ну, с точки зрения социалистической Китая. Ну, я боюсь давать оценку этому союзу, потому что я слабо в этом деле разбираюсь. А мы, ну как, у нас, так сказать, есть основания и методологический подход оценки. Вот мы уже, так сказать, больше 100 лет живем вот после вот этой оценки. На месте мира не стоит, развивается. Вот он сегодня за 100 лет развился до такого состояния. И как его оцените? И как его оцените? Некоторые говорят, что Россия не юристическая держава, хорошо, а социалистический питатель, как его считают? Да тут Брикс, да при чём тут Брикс? С капиталистическим способом производства страны, то есть товаро-денежное отношение, это во главе, конкуренция во главе угла, получение, такое же, как тенденция задана, получение привода. Ну, даже сверху, как все, как все, если в какой-то, как все, в целом, для азиатских стран. Ну, ещё раз хочу, могу только одно повторить, что, да, что у всех у них, в том числе и у Китая, есть желание выбраться наверх, стать империалистической державой. Но пока не вы, даже тот же Китай очень во многом зависит от империализма Соединённых Штатов и их союзников. По многому зависит, и они пока не могут конкурировать с этим, с НАТОвским там, с Европейским Союзом. Но у них есть такое стремление к этому, в том числе и у России, и у Китая и других. Можно сказать, это, как сказать, разнятием оппортунистом, который покупал международные капиталы, международные монополи, там же куплен и Китай сегодня. И он в такой роли? Нет, я бы так не сказал, что он куплен. Я бы так не сказал. Ну, не знаю. Ну и как, всё-таки, мы договорим, потому что речь идёт о войне и мире, о разделе мира. Как к этому отнестись? К чему к этому? К разделу. Ну как к чему? Ну, надо всё разделить. А кто его производит? Кто производит? Империализм кто производит? Империалистические державы производят. Как сказал Ленин? Показать пальцем. Что показать? Где они империали? Я же говорю, это Соединённые Штаты и организации НАТО, и Европейский Союз, которые они возглавляют. Вот это и есть. На них и надо пальцем указать. Ну, а почему? А, скажем, центр сегодня Ближнего Востока. Чего там центр? Где есть какая держава, скажем, Израиль? И что там делается? Что? И что это за центр по напряжённости? Значит, я к такому глубокому анализу не готов. Я поэтому не могу ничего сказать. А я поэтому и заберу вопрос, что мы не готовы. Да, я не готов к такому анализу. Хотя, сегодня, выходя в мир, мы должны призывать конкретные действия, в том числе, так сказать, пролетарские силы, ясны, кто есть, кто сказать. Не, ну, сегодня у нас как бы работа историческая разбирается, мы же не ведём о сегодняшнем дне дискуссию. Так что я предлагаю пока историческую часть закончить, а подискутировать уже за кадром. Затрыть и голомярь. Затрыть и голомяр. За тридцом. Я показал лишь незам g